Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В Москве, 14 часов 3 минуты 23 секунды, в эфирной студии Юлия Егорова, Роман Шахов. И у нас сегодня в гостях эксперт по персональному брендингу, бренд-стратег, имидж-консультант, руководитель агентства персонального брендинга BrandMe. Она проводит частные консультации по созданию персональных брендов, мастер-классы и тренинги. Между прочим, консультирует по продвижению товаров и услуг премиальной категории, а также является преподавателем сити-класса. Все это Юлия Лос. Юлечка, привет! Привет! Благодарю! Так много выговорил. Сама, наверное, сидишь и думаешь, такая юная, такая молодая, уже столько всего и сделала. Давай разбираться вообще по порядку во всем. Будем говорить сегодня о селф-брендинге, о том, как стать человеком-брендом, о том, как на этом заработать деньги, с чего начать, на какие ошибки лучше не наталкиваться. Давай с понятия селф-брендинг. Что это такое и для чего оно нам нужно? Ну, наверное, я начну с того, что в 97-м году впервые об этом задумался Том Питерс в Америке. И вот с 97-го года там это очень популярно. То есть там продвижение людей, оно на таком же серьезном уровне продумывается, стратегируется и реализовывается, как и любого товара. Подожди, а чем это отличается от известного нам просто пиара, когда ты сам себе пиаришь? Пиар — это часть маркетинга, это часть коммуникации, которая обозначает получение бесплатного интереса общественности, так скажем, что если у человека есть что-то социально полезное, интересное, то он интересен СМИ, и у него начинается пиар. Ну, так скажем, пиаром вы не продадите напрямую услугу, то есть это инструмент продвижения, один из. Брендинг — это комплексный подход, системный взгляд. Он начинается всегда с того, а какой я образ публичный как человек хочу донести, какие ассоциации со своим именем иметь, чтобы на этом зарабатывать. Сейчас многие наши слушатели и телезрители делают потише, думают, я образ, да какой я образ? Это вот, пожалуйста, Оля Бузова, это образ, да, и так далее. В Инстаграме там все красивые девчонки, они, наверное, образы, а мы-то что простые, смертные, нам? Ну, здесь как раз, наверное, очень хорошо, что мы начинаем с Оли Бузовой, потому что Оля Бузова такой же простой человек, и она показала блестящий путь, кто бы как не относился и что бы ни говорили, но вот эта работоспособность и какая-то адекватность в честное отношение к тому, как она это всё делает и что она делает, то есть это путь простого человека, который вот добился такой известности. И я думаю, что это не просто так, у него такая армия фанатов, потому что она даёт надежду каждому человеку, кто сидит в любом месте России на диване, что это возможен такой путь и для него. Ну, хорошо, давайте начнём с нас, простых людей, которые сидят на диване, смотрят на Олю Бузова. Да, Ромочка, и думаешь? Я не смотрю на Олю Бузову, но, тем не менее, мне интересно, что такое брендинг, а self-me. Да, давай возьмём вот за основу, например, Рому Шахову. Подопытный кролик традиционный в нашей программе, да. Он никогда не отказывается. Вот как может Рома Шахов заработать на своём образе? Ну, помимо того, что у Ромы есть зарплата за то, что он делает свою основную профессию, ещё Рома, будучи, например, неким медийным персонажем с определёнными ценностями и ассоциациями, может привлечь свою аудиторию какими-нибудь дополнительными вещами. Например, он может придумать, я не знаю, майку, где он напишет какое-то своё отношение к жизни и продавать её под своим именем. То есть это может быть как такой абсолютно предметный товар, да, который можно пощупать. Давай всё пошагово, да. Ну, то есть, например, Рома придумал майку там с надписью, я не знаю, «Ромка-искуситель», и что дальше? Где с этой мальчиком? Дело в том, что не все работают в телевидении, в радиовещании, да, и вот к тебе приходят, например, в твою организацию, к тебе как... Ну вот ко мне в агентство, например, приходит девушка, которая, допустим, фитнес-тренер. Фитнес-тренер, да. И вот она устала работать в одной из каком-нибудь клубе, где у неё фиксированный заработок, зарплата, график и всё остальное, она хочет работать на себя. Самостоятельно единицей стать? Абсолютно, да. То есть сегодня мир коммуникации, вы все знаете, Инстаграм и Фейсбука, и вообще, что произошла революция в том, как... Скажи, кстати, где сейчас лучше всего продвигаться, в Инстаграме? Это зависит от того, какую деятельность вы представляете. Нет универсального рецепта для всех. То есть прежде чем ответить на вопрос, где продвигаться и что будет эффективнее, нам нужно сделать два шага назад и узнать, зачем человеку этот публичный образ, как он будет его монетизировать. И от этого зависит и упаковка в широком смысле, и продвижение в конкретной социальной сети или на телевидении. А обычному человеку продвигаться без социальных сетей невозможно? То есть это обязательный инструмент? Социальные сети очень... Это как персональное медиа. То есть действительно любой человек может это использовать на полную катушку и многого добиться. Но ещё самый важный инструмент — это нетворкинг, личные продажи. Сложные слова начались... Что такое нетворкинг? Нетворкинг — это искусство построения связей деловых и социальных. То есть когда человек способен себя грамотно представить в обществе, презентовать, подружиться. И не просто запомниться, а завести полезные связи. То есть выстроить некую лояльность к себе, чтобы потом её активировать в нужный момент. Человек-фирма такая получается? Да, абсолютно точно. Если это просто для понимания, то да, это сам себе такой индивидуальный предприниматель, но не в юридическом смысле, а в смысловом. То есть это человек, который действительно предпринимает и делает весь комплекс всего, чтобы привлекать к себе внимание грамотно и зарабатывать. То есть такой человек-медиаоркестр. Ну, можно и так сказать. Правильно ли я понимаю, что если у этого человека нет какой-то определенной профессии или какого-то дела, то ты образ не простроишь? Можно ли быть никем и на этом зарабатывать? Такой вопрос провокационно сложный. Я не знаю ответа, потому что есть много никого из телевизора, которые временно каким-то образом зарабатывают. Но потом, если за ними не стоит продукта, идеи и какой-то философии, эфиры закончились, заработок закончился. Поэтому те, кто, например, пачками выпускаются из танца или еще каких-то реалити-шоу, Ну, различные этого проекта. Самое важное, чтобы у них был продукт за спиной. Если он у них есть, какая-то школа своя или вот что-то, что уже как бизнес-единица работает. Вы знаете, у нас, кроме информационной продукции, есть хорошая музыкальная продукция. И сейчас мы, дорогие друзья, дорогие зрители, слушатели Страны ФМ, конечно, достаем из запасников очень хороший клип, очень хороший трек. И делаем, заметьте, это бесплатно, Ром. Слушайте и смотрите телерадиоканал Страны ФМ. Мы продолжаем полет. Эксперт по персональному брендингу Юлия Лос в гостях у Страны ФМ. И мы летим к каким-то заоблачным деньгам, сейчас говорим о селф-брендинге, остановились мы на продукте. Так вот человек захотел придумать свой продукт, из чего ему нужно начать? Ну, прежде всего, нужно понять, действительно, на чем вы будете зарабатывать. Это будет услуга или это будет какая-то конкретика в виде того, что человек будет покупать в магазине или онлайн. То есть нужно определиться, какой вид бизнеса вы выбираете. Ну, это часто зависит от, собственно, твоей профессии. Безусловно, от профессии и от того, может, человек захочет поменять профессию или он придумает дополнительную, что-то, чем он не занимался никогда, но у него лежит к этому душа. Вообще, самое важное для того, чтобы бренд был не надуманным и не искусственным, это чтобы человек оперло от того, что он делает. Чтобы он занимался любимым делом. Ну, например, я не знаю, из клиентов, например, недавно у меня была клиентка, есть еще, естественно, мы работаем и дружим. Она создает духи, индивидуальные духи. У нее свое ателье, аромообраз называется, вот так немножко прорекламирую ее. И совершенно потрясающе она делает вещи и заражает вокруг себя этой идеей абсолютно всех. Сотрудничает с Аллой Духовой, делает какие-то коллекции для Москвы и так далее. Но она начала с нуля, эту историю занималась другими вещами. Она начала с нуля, я не знаю, на самом деле, потому что она уже очень много лет в этом работает, и что было до этого, мне неизвестно. Но это вот такой пример человека, бренда, безусловно. И, в принципе, все клиенты, с которыми я сталкиваюсь, так мне везет, что все люди очень заряжены, они обожают то, чем они занимаются. Ну, это красиво, это творчество, понятно. Вот сейчас нас слушает строитель Иван Петрович и думает, окей, ладно, там духи. А я-то вот как могу? Супер, у меня есть пример как раз из стройки. Да, ладно? Да. Тоже мой любимый клиент Александр Стройков, он куратор частных строительных проектов. То есть он под ключ, как управляющая компания, делает очень большие застройки. Например, к поместью. И там от начала до конца он ведет этот проект. И помимо того, что он зарабатывает на этом, это его прямой заработок, он оказывает еще очень много консультаций по ходу. И сейчас вот, например, он рассказывает про то, как не ошибиться с выбором участка, с выбором паркета. То есть у него огромный опыт, и как инженера... Это ты его научила, скажи? Безусловно, нет. Он взрослый бизнесмен, который пришел лишь за тем, чтобы мы как бренд-команда, как люди-маркетологи, помогли ему упаковать и понятно донести до своего клиента то, что он делает. Плюс сейчас вот он тоже стал ведущим, и он ведет некоторые программы на радио и телевидении. То есть человек превратился параллельно еще в эксперта и звезду. В эксперта, которого знают, и знают не для того, чтобы потешить эго, а для того, он это делает для того, чтобы люди узнали больше о том, как не наделать ошибок по пути. Кто еще приходит? Расскажи, пожалуйста, какие еще люди. Приходят очень много людей, которые оказывают консультации и услуги. То есть это юридические весь спектр, адвокаты, юристы, тренера, психологи, визажисты, стилисты. Автомеханики приходят к тебе? У меня был один человек, который, да, брал консультацию, он делает свой тюнинговый салон. Но он очень необычный, и у него подход тоже очень творческий к бизнесу, поэтому мы ему отстроили очень интересную концепцию. Он не назвал это своим личным именем, но это не важно, потому что когда приходит основатель, это может называться как угодно, но это его личный бренд. Потому что он вкладывает туда всю свою душу и свои ценности. Итак, есть личный бренд, есть продукт. Далее что идет? Упаковка личного бренда? Когда понятна схема монетизации, становится понятно, как это нужно упаковать. То есть какие ценности и большую идею это будет транслировать, чтобы это было не на уровне некого потребительства, а на уровне пользы для человека. Потому что мы не можем быть неинтересными, если мы как люди хотим запоминаться, мы должны нести какую-то пользу другим людям. Ну вот окей, давай, например, возьмем некую абстрактную девушку, которая решила делать тренинги для женщин. Женщины, да, сейчас это популярно, ну скажем, как прийти в себя после развода. Например, ей говорят подружки, ты так хорошо умеешь как-то мотивировать, успокаивать, не заняться ли тебе этим. Вот бизнес есть, есть какие-то финансовые. Есть идея бизнеса. Есть идея, да, это важно. Вот и что дальше делать? Вот просто на примере. Да, хорошо, такой понятный, в общем-то, пример, безусловно. Просто сейчас это такая тема мастер-класса, все, мне кажется, кому не леник ведут. Да, здесь я вот тоже такой у меня немножко скептический настрой по этому поводу. Как у профессионала именно, да, да, да. Да, потому что здесь важно, чтобы это не было навязанное со стороны история. Все делают, и ты делаешь. Не получается. Человек, когда он заряжен, у него есть большое видение в этом. Ну вот она делает вот эти, например, как прийти в себя после развода. А что дальше? То есть если это воспринимать как функцию, то у тебя миллионы конкурентов, и тебе надо как-то выживать среди этого. Тем более есть профессионалы, например, как вы, которых даже сравнивать нельзя с людьми такими, которые учились для этого и так далее. Безусловно, есть много всего. Вопрос, какой выбрать путь каждому конкретному человеку. И ему надо выбирать тот путь, который ему будет интересен долгое время. Например, не просто тема развода, а тема, например, я не знаю, наполненной гармоничной жизнью для женщины. И если у неё действительно это получилось, и ей есть чем поделиться, то это будет долгоиграющий бизнес не только на один тренинг. И тогда уже, исходя из этого, надо понимать, чем она будет отличаться от 50 других, кто делает то же самое. А у тебя, скажи, пожалуйста, есть вот такая функция? Например, люди приходят и говорят, Юль, вот хотим вот что-то сделать, но что не знаем? Вот подскажи, может быть. Нет, я не психолог и не специалист в том, чтобы определять профессию, но у нас есть партнёры, которые профессионально это делают. Они снимают антропометрические, на минутку, учёные, я их называю Эйнштейнами, шутя, параметры того, как работает у человека головной мозг. И исходя из этого... Электроды подключаются? Нет, но если вот вы смотрели, например, там «Обмани меня» сериал, вот куда какая мимика и как происходит, это то, как у человека происходит процесс в голове между долями. Электрические импульсы бегают. Да, и они это анализируют и таким образом выстраивают модель того, что человеку можно порекомендовать, в том числе как профессию. Вы знаете, я сейчас рекомендую всем слушателям и зрителям телерадиоканала «Страна.ФМ» следующий музыкальный номер нашего эфира. Очень красивая песня, это «Глюкоза», «Ой, мне ветер». Ну и оставайтесь в компании «Страна.ФМ», если хотите сделать из себя бренд, Юлечка, бренд, понимаешь, нести его гордо, и чтобы знамя этого бренда развивалось над всей планетой Земля. Юлия Лосуна в гостях. Красиво говоришь. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Если хотите сделать из себя бренд, дорогие друзья, хороший, дорогой, красивый, продаваемый и продающий, смотрите и слушайте «Страну.ФМ», наша программа «Лучшая в стране». И Юлия Лос, эксперт, подскажет, как это сделать. Ну мы уже с Ромой себя чувствуем какими-то полубрендами, да? У меня уже капитализация выросла, понимаешь, буквально за 20 минут. Идея нового проекта. Ждем майку. Ну ты футболку мне уже подсказали. Ромка-искуситель? Ну за этим должен быть продукт. Футболка должна быть, исходя из твоих личных ценностей, которые ты несешь. С шоколадом, что ли? Не подойдет, если ты не позиционируешь себя как любовник. Как сладкоежка минимум. То есть врать нельзя, мы никого не обманем в софт-брендинге. Нет, не надо. Здесь есть такой момент, что есть огромный стереотип, что продавать и продвигать себя это очень плохо. Это наше советское наследие. Но сейчас мир настолько пересыщен информацией, что если вы про себя не будете рассказывать, то и клиентов вы не найдете. Умрете в безвестности. К сожалению. Поэтому не надо ничего придумывать. Говорите, кто вы и как есть, что вы действительно, как вы считаете, делаете лучше всего, и будет вам счастье. А шокировать надо? Шокировать нужно только в случае, если это у вас запланированная стратегия, и вы позиционируетесь как бунтарь или как шут. То есть если ты не бунтарь и не шут, себя так позиционировать не получится. Ну конечно, потому что все должно быть консистентно тому товару. Образ подбирается под продукт. То есть он не подбирается, он естественно выходит из человека, если он на своем месте делает то, что он любит. Юль, когда мы придем к тебе в сити-классу, 22 февраля, что мы там увидим и услышим? Расскажи, пожалуйста, проанонсируй. 22 мы как раз будем говорить про архетипы. То есть вот эти слова, которые я уже стала произносить, любовник, бунтарь, шут, это архетипы, это методика, которую переработали маркетологи, и уже давно по ней выстраивается брендинг. То есть это бессознательные фольклорные образы, которые всем понятны, которые используются и в сказках, и во всех фильмах. То есть это что-то, что понимают миллионы. Ты помогаешь определить его или надо прийти и с собой принести? Да, у нас разработанный тест, который как раз можно пройти в интернете бесплатно. Вот я могу сказать адрес его, test.brandme.agency. Если это сложно, можете забить тест на архетипы. И я думаю, что он будет первым. Прошел тест. Выяснилось, что ты бунтарь, например. Да, и не только. Вот, например, уникальность нашего метода в том, что мы не говорим человеку существовать и позиционироваться в рамках одного архетипа. Мы делаем эссенцию из тех ведущих, которые у него есть. Но, к примеру, нет ни одного человека-бренда, который именно одну территорию архетипическую использует. Допустим, тот же Познер. Мы все знаем его как мудреца, интеллектуала. Немножко философа. Это все один архетип. Но, тем не менее, вы видели, как он любит... Красиво одеваться. Абсолютно. Конечно. Это архетип любовника, который отвечает за эстетику, за красоту, за чувственность, за глубинные связи между людьми и за телесное наслаждение. Поэтому всегда у человека есть как минимум две грани, о которых мы знаем. Или Ричард Брэнсет. Вот он как раз бунтарь и шут. Ксения Собчак. Она бунтарь-мудрец. Путин. Он герой-правитель. И так далее. Но ты сейчас говоришь, безусловно, о медийных личностях, которым те же самые маркетологи помогли все это сделать. К простым людям вернемся. Да. Откройте Инстаграм, и вы увидите, что все простые люди, используя и понимая все те же свои ценности и сильные качества, выстраивают ровно по такой же логике. Они условно... Может быть, они не пользуются архетипами, но их интуитивно ведет к тому, какой они персонаж. И те, кто принимают себя и понимают, что это их уникальность, ну длинный нос, ну маленький рост или еще что-то, это уникально, это принадлежит только ему. И если он не стесняясь красиво про это говорит и это делает интересно для своих людей, он находит определенные визуальные атрибуты, которые с ним начинают ассоциироваться. Ассоциироваться. И таким образом он выстраивает узнаваемый публичный образ. Не обязательно быть супермедийным или известным, или вот как вы, Роман, сказали, флаг над всем миром. Абсолютно не нужно. Есть такие профессии, где нужно быть экспертом в узких кругах. Ну скажем, если ты вяжешь носки, сидишь у себя дома, в Туле сейчас, слушаешь телерадиоканал «Страна Фе». Сделай прекрасный инстаграм, объясни, что ты вкладываешь в эти носки. Это, например, про любовь, про заботу о человеке. Или это про моду и красоту. Или ты вяжешь какие-нибудь русско-народно-аутентичные, и ты топишь за Россию и ее ценности. То есть что стоит за носками? Что стоит за тобой, как за функцией, которую ты делаешь? Окей, но с носками более-менее понятно. А вот с длинным носом все-таки к деньгам, как заработать? За что топить, да. Длинный нос позволяет выделяться среди тех, у кого не такой длинный нос. Вот и все. И плюс, если, например, этот длинный нос можно проассоциировать с человеком, который интересуется, наблюдает, во все погружается, глубоко копает и следует... Лидит не в свое дело порой. Это может быть оборотная сторона. Да, но не бывает качеств, которые только в плюс или в минус. Просто бывают качества. Значит, это 22 февраля, но будет же еще в сети-классе учебе. Да, в сети-классе у меня три курса... Три не курса, это как бы один курс, но он разделен на три части. Вот как раз 22-го мы говорим про архетипы, и я рассказываю вот то, как претерпела юнгианская методология изменения для брендинга. Наверное, все психологи хватаются за голову, но тем не менее, это не... Я думаю, Юнг сказал бы нам спасибо. Я надеюсь, да, потому что это очень здорово работает для людей. Они сами себя таким образом могут продиагностировать в таком полуигровом формате. Они понимают, что они за персонажи. 22 февраля в сети-классе ты нас будешь диагностировать. Вы пройдете тест, я расскажу, как с ним дальше быть. Расскажи, пожалуйста, про очень интересный мастер-класс, где ты будешь учить правильно одеваться, соответственно, своему бренду. Да, вот я как раз хотела сказать, что следующим шагом после того, как мы определимся с архетипом, мы можем говорить про уникальные атрибуты. Здесь я рассказываю не так, как стилисты, что вам подойдет по цветотипу и по форме, не знаю, вашего черепа. Мы говорим немного о другом. Я рассказываю, какую смысловую нагрузку несет белый цвет, какой черный, какой зеленый, что значит форма круг, что значит форма квадрата. То есть это брендинговая составляющая, смысловая. Почему сегодня ты в белой блузке и в черном ожерелье? Что это несет, Юль? Из красной помады, это тем, кто нас не смотрит. Я использую черный цвет всегда, это мой фирменный цвет, это, если хотите, мой атрибут. Не бывает у меня луков очень редко, когда нет черного. Обычно я total black, но сегодня тот день, когда... Тимати ставит тебе лайк в инстаграме. Я очень хотела бы. Я, кстати, судьба фактически меня однажды свела с ним, и мне предлагали работать у него в команде до того, как я открыла свое агентство. Лучше работать на себя, Юлечка, конечно. Да, я именно так и решила, поэтому не сложилось. Но Тимати с точки зрения, кстати, персонального брендинга, он абсолютно показывает американскую модель того, как это создается. То есть вот если хотите посмотреть классику жанра, то это то, что делает Тимати с персональным брендом своим в России. Вот, значит, вот этот мастер-класс, да, где мы говорим о том, какая смысловая нагрузка. Это 26 марта? Я думаю, что да. Да, 26. Личный бренд, как создать узнаваемый стильный имидж. Лучше, конечно, записываться заранее, потому что, я думаю, вот такие модные истории и полезные в применении, они очень популярны. И давайте я отвечу все-таки на вопрос, например, про белый и черный цвет. Да, почему в белой блузке все-таки? Белая блузка, белый цвет — это символ открытости. Это, если вы вспомните всю божественную историю, это символ открытости, чистоты, принятия, коммуникации и так далее. То есть для меня он очень ресурсный сегодня, потому что я на самом деле скучаю по солнцу, и для меня уже стало необходимо как-то самой быть солнцем. И светить изнутри, да. Поэтому я в белом цвете, и черный мне необходим, и вот эту геометрию, которую я люблю, потому что я вот, например, использую для себя такой архетип, как пират. Пират не в значении угрозы какой-то, а в его семантическом значении, которое самое первое было, про джентльменов удачи, что это люди, которые пошли на риск и испытывают, строят свой собственный мир. Рисковая девчонка. Да, я действительно такая, я всю жизнь не очень удобная своим работодателям, поэтому я очень удобная своим клиентам, потому что я сделаю все для того, чтобы, если надо, разбить стереотипы, вывести из зоны комфорта и всячески, в общем, я отвечаю за то, чтобы они дошли до той цели, если они ко мне пришли. И поэтому этот архетип черный цвет и некая, ну, если хотите, игровая суровость, она мне помогает в том, чтобы работать с людьми. Плюс ко мне не идут люди, которые ждут, чтобы их гладили по голове и делали комплименты. Ну, делаешь больно, да? Я не делаю больно, я могу делать неудобно, если человек за этим ко мне пришел. Так, мы поняли, что тебе лайки ставит и Джонни Депп. Да, он, кстати, мой любимый персонаж, один из. Как и Леди Гага, как и Виктор Цой, как и все, кто эксплуатирует вот эту территорию бунтарства, пиратства, пришельничества, непонятности и так далее. Но на этом сегодня можно хорошо зарабатывать. Скажи. Юля, все про деньги, так как же заработать? Ну, а дальше начинается, когда вы поняли смысл себя как не функцию, а чего-то большее, придумали себе атрибуты. Да, когда ты вывела, например, из зоны комфорта, сделала неудобно, упаковала, поменяла прическу, сделала так, чтобы человек зазвенел, чтобы его внутренняя стала, безусловно, отражением внешнего. И дальше все продвижение. Дальше у него нет сложности с тем, а что мне писать в Инстаграм или еще лучше, а зачем мне это делать? У него есть четкая цель, он понимает, к чему он идет, на уровне и философии, и конкретных действий денег, например. Что у него, например, через полгода он делает выездной кэмп для предпринимателей. Значит, он понимает, что у него есть три месяца, чтобы рассказать о себе, и три месяца, чтобы продать билеты. И дальше вся его коммуникация в Инстаграме, в Фейсбуке, на других ресурсах, СМИ, интервью, которые он дает, они подчинены определенной цели. Все, и человек ее достиг. А если человек очень-очень стеснительный, но хочет... Здесь есть два момента. Давайте о них поговорим чуть позже. Давайте. Слава у нас решения. Оставайтесь в нашей компании, друзья. Потому что у нас сейчас братское продолжение эфира. Братья Гримм, очень красивая песня. Будут сейчас нас лилить, колить. Костя Гримм и его команда. Друзья, оставайтесь Юлия Лотт в гостях у страны FM, если хотите сделать из себя хороший бренд. Все. Дорогие друзья, лелеем мы в себе мечту, что станем людьми-брендами. И в этом нам помогает человек, который знает в этом толку, умеет, является сама брендом Юлия Лос. У нас в гостях на стране FM. Пока вы слушали песню, так вот, навскидку, Юля нас чуть-чуть протестировала. Вот обнаружили мы некое бунтарство в романе Шаха. И человек-бунтарь, возможно, сидит по правую руку. Мы еще проверим это в тестах, конечно. Ну, смотри, много мы очень интересного рассказали нашим слушателям, телезрителям. Но есть, я знаю, мастер-класс, который ты будешь проводить в Сити-классе в апреле. 18 апреля. 18 апреля. Человек-календарь я ищу. Человек-календарь, вот. Второе предназначение. Он будет посвящен основам основ. То есть так называемую инструкцию по применению. Он будет пошаговой инструкцией. Да, вот все, что я сейчас пытаюсь рассказать, там будет на это три часа. И мы в спокойном, приятном темпе все это пройдем, с чего начинать, как себя тестировать, как выявлять ценности, как разбираться с атрибутами, как использовать Инстаграм или любой другой социальный ресурс. Вот я об этом даю такие общие знания. Вот насколько мы можем за три часа охватить. А персонально ты работаешь на мастер-классе с человеком? Можно успеть как-то до тебя вот? Конечно, но в сети-классе у меня аудитория небольшая. Обычно не больше 15-20 человек бывает. То есть комфортно, да? Очень комфортно. Нет такого, что 40-50. Мы даже успеваем с каждым лично познакомиться. И какие-то фишки у каждого личного человека найти? Если у него есть запрос, потому что я теперь не раздаю, не навязываю свое мнение никому. Только если у меня спрашивают, я отвечаю. Вы знаете, вот я мог представить, что мне, например, Джон Сильвер может дать черную метку. Но сегодня я получил черную метку от Юлии Лос. Вот посмотрите, как это выглядит. Вот я надеюсь, камеру видно. Скажи, пожалуйста. Что это визитка. Да, вот такие вот мелочи, как правильная какая-то необычная визитка. Может быть, какая-то своя ручками на что еще. Это все продумывается в твоем агентстве такими специалистами, как ты? Конечно. Здесь есть, смотрите, какая еще история визитки. Сегодня они не имеют смысла никакого, если они не какие-то необычные. Особенные, да? Что бы... Зачем вот она мне нужна, я вам скажу. Благодаря вот этой визитке я познакомилась с очень многими серьезными людьми на разных конференциях, потому что это повод для разговора. То есть у многих людей, да, так как это условно черная метка, но, безусловно, это шутка. Но это повод рассказать им об этом, сказать, что там перефразирована фраза известного очень маркетолога, который говорил «Дифференцируйся или умри». Мы написали «Забрэндируйся или умри». Вот. То есть это все такая игровая история, которая позволяет начать разговор с любым человеком, вне зависимости от его статуса, поверьте мне. А визитка должна быть, наверное, у каждого человека, который планирует стать брендом? Не обязательно. Сегодня век не бумажек, и не надо тратить деревья впустую. Если вы делаете визитки, они должны быть не для того, чтобы их выкинули и забыли про вас. Они должны... Вот, например, мы делали визитки нашей клиентки, которая стилист. И у нее было много... 8 или 10 разных визиток. Видов. Да, там были разные карточки с ее работами. И она их выкладывала перед клиентом, сразу показывала свое портфолио и говорила, стиль — это игра, давай поиграем. Какая из этих карточек тебе нравится? Юла, спасибо. Что наша жизнь — игра. Делайте ее креативнее и делайте ее индивидуальнее. Юлия Лос вам в этом поможет и в Сити-классе, и, конечно, у себя на сайте. Пройдите тест, это будет первый шаг к тому, чтобы... Успехов. Спасибо тебе огромное. Юлия, до новых встреч. Юлия Лос была в гостях у «Странные фон». Пока-пока. Спасибо большое всем. До свидания.